Ребята, всем привет! Сегодня 28 числа, в этот день у нас состоялась фан-встреча, кто смотрел, кто знает, об этом отдельное видео, а сейчас мы едем в магазин Галамарт, мы кое-что там себе присмотрели в прошлый раз, мы там были уже, показывали, плюс ребятишки говорят, мама, папа, нам понравилось еще то и то и то, но вы знаете, как это сказать, не вписались в тот раз в сумму, поэтому, ой, мы тут просто на дороге, поэтому едем, ау, тихо, вот почти уже месяц прошел, едем снова в этот магазинчик, покажем, что выбрали там, потом дома более такой подробный обзорчик сделаем, ну, как и в прошлый раз, вы знаете, мы сейчас все обзорчики перенесли в отдельные видео, в отдельный формат, потому что мы так смотрим, что людям интересно, что мы где берем, что покупаем, как бы, что выбираем нашим ребятишкам, например, там, что из игрушек или что из каких-то бытовых таких приборов разных, поэтому обязательно покажем вам, кстати, это впервые, Боречка перекочует с мамыных рук свою коляску, которую мы купили ему, тоже об этом было отдельное видео, мы делали обзорчик, поэтому вот сейчас он будет в своей колясочке уже, и маме легче, и ему, сынульке, удобненько себе, он себе лежит спокойненько, там будет спать, Анюта говорит, мама, можно я его повезу, можно я его повезу, ну, говорю, давай сейчас посмотрим, как она в управлении, эта коляска, в плане уже с ребенком, все-таки мы будем в магазине, там нужно осторожно управлять, чтобы ничего не поскидывать, говорю, посмотрим, Анечка, сейчас все покажем. Галамарт, ТЦ юбилейный, и, кстати, сейчас это, хотим посмотреть Анюте заодно какие-нибудь платья или юбочки, потому что у нее есть домашние сарафанчики, вот один сарафан у нее есть на выход, а может какую-то юбочку присмотрим, там еще Леночка хотела ей что-то пошить, юбочку какую-то, в общем, тоже она говорила, что здесь неплохие есть платья, она видела, была с Мишей в втором центре, не знаю, в каком из магазинчиков, но сейчас тоже будем искать. И хотим Боречке маленькому здесь еще посмотреть погремушки какие-то, потому что мы люльку купили, а погремушки забыли, поэтому, ой, а где они, ребята, вот я показывала издалека, как они шли, наверное, они уже поднимаются, а я пока задержалась там, снимала их издалека, вы видели, сейчас покажу поближе Борю. Вы чего от меня убежали, а? А что вы ее так поднимаете? Нет, мне коляску вести. Тебе все-таки папа дал коляску вести, да? Нравится? Боря, как в управлении? Класс, доволен? А ну покажи Боречку. Анюта, стой. Ку-ку! Вот ему так удобно пристегнули, и все. Боречка расстегнет его, чтоб не спарился. Давай шапочку снимем, вот тут жарко, пока мы тут можем час минимум быть, пока в Галамарт, потом пока они одежду будем искать. Давай, все, поехали. Ну ты как, слушай, какая ты сестричка у нас? Мы начнем гулять каждый день на воздухе. Какие шарики? Ой, а в тот раз не было этих шариков, да? Были? Ну что-то я забыла. Я поняла, ну заходите. Анюта, знаешь, кто сейчас к вам подойдет? Знаешь, что подойдет к вам? Пашулечка, пока подожди, сына. Сейчас папа подойдет. Аня, ты знаешь, что сейчас к вам подойдет? Нет. Подписчицы твои и мои. Мои подписчицы. Кто там идет? Можешь я подойдет? Я, конечно. Здравствуйте. Мы зашли в Галамарту, девочки говорят, здравствуйте. Смотрю, ну явно нас знают. Ну явно. Как зовут, знакомься? Меня Варя зовут. Варя? Вероника. Вероника. Классно. Вы где-то в этом районе живете? Мы в Зеленом Береге. Мы хотели к вам на встречу пойти, но у меня мама не смогла. Ай, жалко. Ну и что? Рада? Да. Слушай, тут столько всего появилось со дня открытия. Помнишь, мы в тот раз были, намного меньше всего было. Боря, тут столько всего нового появилось. Да, я вижу. Прямо, ого, они. Вот это же мы, кстати, за ней... А что ты такую нам взял? А той нету уже. Той нету, которую мы хотели в тот раз. Мы тут такую классную присмотрели. Ребята, мы пережили морозы. Пережили морозы минус 53. И поняли, что когда у нас замерзала там и в погребе вода, и насосная станция, и дом не справлялась, печка. Поэтому мы решили еще взять одну. Вот это на 4,5 киловатта. А вот это уже, да, Ермак у нас? Нет, у нас Зубр. Но Ермак тоже хорошая фирма. Мы хотели в тот раз взять такую вот вуходулечку, чтобы одна была в погребе, а вторая у нас в комнате стоит. И еще одна мы в туалет дополнительно оставим. Поэтому прям очень сильно не хватало. Мы ощутили всю прелесть этого. И вот, ну, жалко, у той нету, она такая более компактная. Я пойду за ножиками, за ножиками. Подожди, 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 подожди. Ты показывал? Взял клюшечки, ребята. Мы в тот раз приехали, мы хотели их купить. Их не было. Их не было. Как раз, когда мы сюда пришли, говорят, фура разгружается. И, скорее всего, они были вот в той поставке. Говорю, Боречка, когда же мы в следующий раз будем? Поэтому вот взяли сейчас вот эти клюшечки детям. Там кто-то говорил, купите детям клюшки. Хоккеист. Так, а что это вы здесь? Я пошел за ножиками. А я тут эти ошейнички-то там посмотрю, но что-то не нашел. Ага. Ну, там есть, но не такие, как и есть. А я пошел за ножиками. Пойдем, я еще изобрения возьму. За ножиками, ножики. Ножики, ножики. Здравствуйте, ножики. О, какие ножики. Сейчас выберем ножики. Боря в тот раз так на эти ножи смотрел. Так на эти ножи смотрел. Я говорю, Боря, ну не можем мы, говорю, все взять. В этот раз едем, я говорю, точно ножи возьмешь. Только за ножиками идешь. Все, выбрал. Очень часто свежий хлеб режем, свой же. Так пальцы, пальцы. Боря решил почему-то пилку взять. И она покажи, какие. Два маленьких нам картошечки нужно удобно чистить. У нас не хватает маленьких ножей. Ну и один такой обычный. Ну и что, взял, да? Довольный, довольный. Пошли покрывало выбирать. Сашуня себе покрывало выбрал плед. Синенький выбрал. Здесь вот такие разные цвета есть красивые. Я сейчас сюда прямо ножик положу. Саша хочет синенькую. Поэтому их вытащим на плед. Ну да, чтобы никого не поранить ими. А то их положить негде. Так, и что мы сюда еще хотели? Что мы конкретно, зачем ехали сюда? За ножиками. За ножиками. Сейчас мы посмотрим еще что. Танюша как раз тоже себе что-то там выбирает. Для кухни, для кухни. Для кухни. Мы тут уже понавыбирали. Дома все покажем. Полтележки. Все покажем дома, ребята. Потому что сейчас, ну, не получается все. Да, Анюте пойдем выбирать. Нам, чтобы побыстрее, то на съемку время тоже уходит. Дома весь отсорчик полностью снимем. Все, пока там Танюша выбирает. Паша осторожно. Чтобы нам ничего не зацепить. Назад. Идем на кассу. Прямо, 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 прямо. И тут сколько всего. Сколько всего. Идем на кассу. Темка, проходи. Паша, не тяни, пожалуйста. Проходите. Парни, проходите. Идем, 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 идем. Что ты там стреляешь? Я такую торгода. Пошку такую купил. Слышишь, у нас там дома. Пушка есть. Ах, тоже, который стреляет за корючим воздухом. И лазерным указан. Теперь закономки не казали. Детям. Пошли, народ. Смотри. Смотри, что они себе взяли. Упросили, уболтали. Мамочка, ну пожалуйста. Ну что, покажи. Покажи. Нет. Сразу покажи. Посмотри. Вижу, вижу. Уболтали. Говорят, мы будем на уроках, когда отвечать. Будем на доску показывать. Берем, ладно. Давай. Дискотики играть. Они классные такие. Здесь указка. А здесь, это скорее все деньги проверяют. Да, это деньги, это фонарик. Еще и светится. Это дискотека. Ладно, дискотека. Поехали. Мы набрались только всего, ребята. Все нужное. Все давно хотели. Мы не смотрели в тот раз еще. Но говорю, надо все обязательно сюда вернуться. Да, классный магазин. У нас еще час есть до этого. Пошли. Платье, платье тебе. Платье. А-а-а. Поздравляйте. Поздравляйте. Мамочка, наше. Упаковал всю тележку вниз. Представляете? Даже клюшки умудрился поставить. Я говорю, не, ну кроме воздухотульки. Ну ты же, ты помнишь, как в Киеве? Это горе. Он умеет упаковывать. Это помню. Я у тебя учусь, кстати. Напаковали с Анютой и с Пашей. Тоже такая тросточка была. Смотри. Так, снимайте так. Снимайте так. Не светит, потому что было так. Не светит. У нас сегодня день подписчиков. Да, Аня? Слушай, одних ребят, девочек, встретили в Галамарте. Здесь уже в самом центре идем, Аня, по одежду. Еще девочек встретили. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Саша. Саша? Я Рада. Аня? Соня. Соня. Аня, вот твоя тезка, кстати. Представляешь? Мне Рада. Рада тебя? Рада, Рада. Слушай, какое необычное имя. Ну общайтесь, чтобы не смущало вас фотоаппарат. Ам Анюта, слушай, это вообще здорово, да? Да. Только что шли еще троих девочек встретили, постарше таких. Которые, ну, знают, они идут, улыбаются, на нас смотрят. Говорю, вы, ну, знаете, они, ага. Слушай, говорю, ну, они не успели мы снять, они как-то быстренько-быстренько. Вставай, вставай. О, что такое? Упал от скользко. Да. Я говорю, какой-то, слушайте, сколько за... Мы еще так никогда не встречались, столько людей в одном месте, да? Ну, как бы, подпишем. Вот идем в Joy Family. Мы, кстати, впервые в этом магазине. Посмотрим, что здесь есть. Мы уже что-то Анютке подберем. Посмотрим. Тема сдает на права. Получается? Так все просятся. Слушай, я смотрю, здесь есть для грудничкова одежда. Это на меня подходит. И на тебя подходит, да. Говорит, вот это на меня подходит. Да, это не на тебя, это на пол. Он скоро уже вырастет с нее. Так, сейчас глянем, что здесь есть. Слушай, у меня аж глаза разбегают. Все здесь? Все мои ветки здесь? Все, все тут. Пересчет, так, первый рассчитайся. Здесь не оказалось, платье на Анечку. И тузики нам надо, платье. Пойдем, сейчас еще сказали, внизу есть магазин family. Бляд, как же с коляской удобно. Мы хотели на весну коляску покупать. Но я говорю, Боречка, он уже такой тяжелый, особенно в этой зиме. Это первый, да? Нет, это не первый. Не первый? Второй. А нам какой надо? Первый. А он не уехал или что-нибудь? А ты нажала единичку? Почему? Мы стоим, ждем, пока поедем. Дверь открылась, а мы еще стоим. И решили, что он тяжелый. Плюс еще зимняя одежда, сейчас зима, на нем уже одежда. Я говорю, Горя, мне так его неудобно носить. А в слинке он проснется, его так-сяк, то есть неудобно, жарко. Поэтому говорю, давай сейчас коляску именно зимой купим. Прям красота. Нагрузили, руки свободны, он спит себе. Это вообще наслаждение просто, всем наслаждение причем. Но мы вот именно тросточку хотели и тросточку взяли, потому что нам большая не нужна по сути. Нам нужно, чтобы было удобно в машине возить. Тут еще есть минус первый этаж. Оказывается, да. Так что пришлось нам еще раз в лифте ехать. Впереди у нас family. Сейчас пойдем туда посмотрим. Идем, пожалуйста, быстрее. Мы узнать и рассмотрим, что здесь есть. Помогают нам выбрать. Анютке. Да, доченька? Да. Теперь ты берешь красавица у меня. Ты у меня и так красавица, еще в платьичке, ты будешь вообще красотой. Ну что, на Анюту ничего? Платье не нашли, сейчас будем искать. Вы видите, или мы показывали. О, вот весюлечку на нашу, эту люлечку, которую мы купили. Люлька-шезлон. Вот такой вот. Нам нужно так, чтобы она по отдельности цеплялась. Каждая из них. То есть это не значит крючочка. Нет, это отдельно, нет. Это просто играть. Вот типа вот такого, чтобы она отдельно цеплялась каждой. Что выбираешь? Ничего, Господи. Ты уже себе погремушку выбрала? Не моя. Вот вы где. Саша руками ничего не трогает. Папа, вот этот динозавр на пульте? Нет, они не на пульте. А, они нажимаются и он ходит там? Не знаю. Где Саша? Саша? Ага, вижу. Хорошо. Ребятки, пойдем к маме. Ну что? Послишком такую же нашла, как у него. Помнишь, мы брали? Да. Только синенькую тоже возьмем. Ну, хорошо, да. Чтобы запасная была. Чтобы одна есть. Потому что иногда где-то западет. И все. Как-то ищешь, 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 ищешь. Он просыпается. Надо, чтобы всегда была запасная. Мы пытаемся по гремушечке найти, чтобы ручка была удобна. Но это девки, которые я нашла. Вот это вот эти. Так вот же, я думаю. А, они сзади везят, смотрите. Видите? Вот она. А в рот он ее не возьмет? Нет, так ему не надо в рот. Он просто вот именно удобно держать. Он чесит в тесна. Она не должна быть в рот прям, чтобы он себя туда просыпал. Наоборот, не надо. Так, мы тут уже обсматриваем все магазины, какие только можно. И сейчас еще у нас остался Губульгум последний магазин. Вся надежда на тебя. Если что, Анютка, тогда уже в следующий раз будем искать в других местах. Слышишь? Мы здесь и с Анютой. Да, ребята, давайте вы оставайтесь с папой. А мы с Анютой пойдем. Саша к папе иди. Так, идем в Бубульгум. Мы здесь уже когда-то были. Ну, сейчас. А, были, да, я помню, были. Да, фотографировались, помните? В том году. Ну, сейчас давай посмотрим, может, здесь есть одежда. Ну и что, Анюточка? Уж прости, моя девочка, здесь только игрушки. Нету ничего. Это нам. Спасибо огромное. Что-то нам здесь девочки подарили. Все, дома посмотрим. Давай. Да, можно. Да? Да. Давайте я вас, Анюта, сфотографирую, да? У нас два худячка. Вот один в колясочке едет, второй у мамы на ручках. И все, надоело лежать, мама теперь берет на ручки. Не везет нам с платьями для Анечки. Слушайте, что ж такое? Кто знает хорошее платье в Иркутске, подскажите, в каких магазинах, где по адресу. Пожалуйста, ребята, кто же в Иркутске откликнетесь. Такие, знаете, сарафанчики в том стиле, что Аня носит. Какие-то такие. Ну, уже под ее возраст из 10 лет. Ну, как бы, не слишком короткий, да? Ну, что-нибудь хорошее, качественное подскажите, где можно найти. А то мы тут замучились, мы ничего не нашли. Все. В общем, ребята, сейчас мы еще продалит поднимемся. Мне там ручки нужно купить. И на этом мы это видео заканчиваем. Обзорчик всего, что взяли, мы уже покажем с вами в следующем видео, потому что там хочется рассказать и объяснить, почему, и показать качество, в общем, всего. Мы тут во всех магазинах всего набрали. Вот, поэтому все расскажем, покажем в отдельном видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok